В Центральной районной больнице состоялся конкурс среди водителей скорой помощи. Он проводится второй год, но уже стал популярным. Выявили мы на это участие семь человек, водителей, которые у нас отмечались с начала года по критериям. Ребята прошли отбор, и сегодня они будут выявлять звание между собой разыгрывать лучший водитель. Соревнование проводилось три этапа. Первый – это приветствие или визитная карточка. Второй – знание правил дорожного движения. И третий – скоростное маневрирование. Чтобы представить себя с наиболее выгодной стороны, участникам разрешалось привлекать помощников и использовать самые разные жанры. Выступление оценивало компетентное жюри. «Передвигаться на колесах сегодня мода. К этим рядам примкнул и ты. Ты работаешь водителем ЦРБ с утра до темноты. Ты водитель ЦРБ, в тебе много добра. Ты не работаешь пот, ты работаешь на. И тебя не прельщает южный загар. В углове у тебя есть любимый завгар. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в ЦРБ». В ЦРБ конкурсы среди персонала стали нормой. Это своего рода учеба, закрепление знаний, профессиональных навыков. Чтобы водители чувствовали, что они часть нашего коллектива и тоже являются медицинскими работниками, проводятся вот эти конкурсы. Но и вот эти конкурсы, они выявляют наиболее авторитетных людей, наиболее профессиональных, быстро ориентирующихся в различных вопросах. И, конечно, от этого зависят не только награды, поощрения, но и заработная плата. Я считаю, что все вот эти конкурсы, они способствуют улучшению микроклимата в коллективе и вот действительно в решении тех задач, которые стоят перед здравоохранением района. Участники конкурса – это, конечно, лучшие водители скорой помощи, которые могут справиться с экстремальной ситуацией на дороге, а если надо, помогут и врачу, и больному. Здесь нарабатываю опыт. Ну и как? Великолепно. Как коллектив? Хороший коллектив, дружелюбный. Ну как вы рассчитываете сегодня? Тоже на победу? Ну, конечно, только на победу. Работа как работа, в принципе, все обычные будние дни. Оказываем помощь людям, которые вызывают скорую помощь. Вот. Ну, просто помогаем людям. Профессионализм водителя заключается в знании теории и грамотном применении этого знания на практике. Основной конкурс – это знание правил дорожного движения. Водители будут решать билеты по правилам дорожного движения. И второй конкурс – водители будут показывать свое профессиональное мастерство, а именно мастерство управления автомобилем. Водитель скорой помощи – особый участник дорожного движения. И спрос с него тоже особый. Если они передвигаются на специальном автомобиле и действительно спешат на вызов, по вызову спасать чью-то жизнь, естественно, они могут отступать от некоторых требований правил дорожного движения. Но в то же время они должны быть более аккуратными, все равно должны быть аккуратными и соблюдать требования правил дорожного движения. Поэтому и включаются в соревнования змейки, колеи, объезды. От умелого маневрирования зачастую зависит жизнь больного. А в конкурсе, по легенде, это травмированный пациент, которому надо еще уметь наложить шину. Все участники с заданием справились. Но, тем не менее, жюри распределило места следующим образом. Третьим стал Александр Никитин. Второе место досталось Александру Кузнецову. А победителем стал Игорь Брыков. Нина Шлыкова, Александр Дрожжин. Для информационного понедельника. Редактор субтитров А.Семкин